весна 2021 год поймали самца и самку сармазского полоза красных не украины у нас три вида поза вводятся и все краснокнижные николаевской области лесной полос сармазский полос и каспийский полос все мы переловили видео есть на моем канале любительском вот это вот самка побольше и вот самец можно увидеть насколько меньше вот голова то есть самка потолще в принципе все как чаще всего в природе виды конечно редкие но если знать места то можно стабильно находить их и наблюдать в руки конечно не лучше не брать у меня есть практика я с 5 лет люблю змей ношу с ними с ядовитыми и не ядовитыми знаю их повадки знаю где можно дать ему кусить себя где нельзя вот такой вот жмутик сарматов они сейчас все вымирающие виды потому что везде перекапываются поля то что в николаевской области чаще всего и в самом городе николаевая окрестностей возле речки чаще всего видят водяных ужей они без ушек вот ну и считает их тоже ядовитыми это как бы фоновый вид наш водяной уж там на латыни натрикс теселата вроде бы насколько я помню а это уже сарматский полос это тоже уже подобные но семейство полосов вот они очень редкие они не ядовитые но агрессивные кусаются сейчас просто прохладно и они немного успокоились до этого они были агрессивные то могут укусить до крови без проблем и вот сейчас даже в такой момент они всегда целятся в лицо вот даже как по вот это сейчас можно она взяла стойку увидела что глаза блестят и меня и пытается укусить ну понятно что я знаю как их успокоить это очень легко вот это не я им головы не жму просто когда на голову берешь аккуратно за голову они сразу ощущают что они в какую-то норку залазят и сразу инстинктивно начинают искать убежище а так когда держишь конечно они чувствуют себя в опасности вот так что я надеюсь этот год будет тоже успешен для змей бывают таких года что за год в активных поисках этого вида но можно может быть на змеи 56 увидеть это активного поиска представьте насколько редко они встречаются при том что знать места где они еще водятся и там их не на не всегда можно найти но сегодня нам повезло сегодня где-то на солнце плюс 20 в тени может плюс 13 вот но и нашли вот таких двух полозов я надеюсь что они еще долго проживут они живут где-то до 12 лет в природе часто их держит в этом в террариумах но я никому не рекомендую держать это животное должно жить на воле я понимаю их можно там держать допустим в тех странах которые в которых они не водятся но так как у нас они водятся взяла уже охота находится на меня вот так вот они сидят на ветках и охотятся на птиц возле гнезд и так далее вот сидит птица подлетает на раз хватило и все и готово это вот сейчас самца я держу он поменьше сам самка на спокойная вот она сидит пока что спокойно до этого она первая начала шипеть вот так сидит на ветке и хватает все что пролетает мимо но чаще всего не общей яйцами вообще этот вид это как какое-то там подсемейство я не помню на латыни сармации эти они не сильно активные охотники они засады сидят себе они могут до полтора до двух месяцев даже не есть грубо говоря в апреле они просыпаются в октябре они вложатся в спячку представьте они наверно за лето могут плотно поесть но может раз 5 может и меньше то есть не сильно активный хищник по сравнению с каспийским полозом который все время в поисках он все время ползает все время за кем-то охотиться и лесной полос тоже который на севере области на живет тоже надо знать места тут еще более редкий вид вот то затем надо ехать на север области тоже искать и до двух с половиной метров вырастают больше чем эти даже но в принципе из всех трех полос в это самый спокойный то что они кидаются это я провоцирую если пройти мимо они даже не успеют начать проявлять агрессию вот это вот я держу эту это спокойно этот неправильно немного взял поднял ее немного выше чем надо и все начал шипеть так что они не опасны если вдруг вот так что если где-то вдруг увидите этих полозов вот не убиваете не рубать и дайте им пять минут и они уйдут уже сами куда им надо они не агрессивно если их не провоцировать я искусственно их беру специально и искусственных ну это слово такое провоцирую в общем их чтоб они шипели и кидались если их не трогать это при том что они дикие они не домашние если не трогать они никогда никого не обидят вот опять неправильно взял раз нервничался но так что такие вот краснокнижные виды у нас есть очень красивые редкие так что увидите сфотографируйте но в руки лучше не брать укусит будет злость на всю жизнь змей взненавидите будьте бояться их вот но они не ядовиты ядовитых бы я так не держал бы вот прощание она хочет попрощать это вообще у нее пасть такая она так шипит и пытается еще и укусить эта девочка так что не будем их уже провоцировать на эту агрессию потому что им тоже небольшой стресс идет хоть они в природе свои но им это не нравится они он опять расшипелись сейчас еще немного фотографий для истории и будем их отпускать в те же место их обязательно отпустить в том же месте где поймали они приурочены к отдельным локациям к отдельным зимовочным ямам к отдельным место расположением потому что чаще всего мы ловим можно так сказать практически одни и те же виды не точнее виды а особи я конечно не сильно отличаются они идентичны но по размерам можно понять что им всем где-то приблизительно около 10 лет от 6 до 11 молодняк не попадается как появится тоже снимем видео так что вот берегите природу украины еще буду дальше снимать если будем видеть такую красоту ну и все в принципе